Позитив Ларисы Долиной объясняется просто. Весна, любовь и новые песни. У меня сегодня вообще другое настроение, другое состояние души. Оно гораздо лучше, чем было три года назад. Хотя, я могу сказать, что было плохо. Было очень хорошо, но сейчас очень хорошо. В одной одесситке Долиной умещается сразу три человека. За кулисами она серьезно и собрана, на сцене романтично, а с друзьями шутливо. Особенно, когда речь заходит о том, что Лариса обычно делает по весне. Сажай деревья. Я шучу. Я начинаю разбирать свой гардероб. Начинаю думать о том, что мне нужно, что мне этой весной понадобится, что-то выкину, что-то наоборот куплю новое. Обычных человеческих радостей, вроде прогулки по весеннему городу, известная певица не может позволить себе уже давно. Говорит, что не спасают даже черные очки. А за границей остаться неузнанной не дают русские иммигранты. Не могу на даче, за городом у себя. Вот там я расслабляюсь по полу, надеваю спортивный костюм, снимаю очки. Никакого макияжа, естественно. И гуляю просто. Как говорит сама Лариса, в ее новой программе только лучшие песни, что называется «В десяточку». Работа над альбомом «Оттепель» заняла два года, но Долина и не привыкла к легкому успеху. Я работящая, но невезучая. Вряд ли какая-нибудь женщина в России сможет назвать Ларису Долину невезучей. Рядом с ней любящий муж и настоящий мужчина Илья Спицын. Красивая женщина, она и требует большего к себе. Поэтому красивой женщине очень трудно быть счастливой. А вообще я считаю, что красота совершенно не обязательно для женщины. Если она внутри красивая, это видно и на лице. Сольные концерты Ларисы Долиной пройдут 19, 20 и 21 марта в концертном зале «Россия». Билеты от 800 до 5000 рублей. Приходите, будем вместе с вами встречать весну. Анна Долина.